Если вы ходите в тренажерный зал, то возможно это видео будет вам полезно. Сегодня я расскажу о 9 лайфхаках для качка. Если на какой-то праздник мама подарила вам спортбит и вам срочно нужно попробовать приобретенный продукт, но о существовании шейкера мама не знает, можете воспользоваться обычной бутылкой, засыпав туда скуп вашего продукта при помощи бумаги, как показано на видео. Вам нужен дополнительный вес, но купить гирю вам не по карману? Возьмите две бутылки, одна из которых литровая, а другая в моем случае 6-литровая, и наливайте в нее воду по 1 литру, отмечая при этом маркером каждый литр воды. Это делается для того, чтобы вы не только могли использовать ее как фиксированный вес, но и при надобности вылить по 1 литру, уменьшая при этом нагрузку. У вас получится отличное отягощение, которое можно использовать как при подтягиваниях, так и при отжиманиях на брусьях. Если вы сделали становую тягу, но разбирать штангу крайне неудобно, просто положите маленький блинчик под первый диск, надетый на штангу, тем самым увеличив зазор между грифом и землей, а затем спокойно стяните ваши блины. Вы твердо решили бегать? Но вашей мотивации никак не хватает на ранние подъемы с кровати. Заведите себе собаку, она заставит вас вставать раньше, для того, чтобы ее выгулить. А также, если порода достаточно большая, то собака станет хорошим напарником по бегу. Сколько бы вы не мыли свои контейнеры с едой, но они все равно хранят в себе неприятный запах. Просто положите в каждый из контейнеров маленькую щепотку соли, и запахи уйдут. Используйте свой плейлист как таймер. Скачайте любимых песен ровно на время вашей тренировки. И ориентируйтесь по времени, слушая любимые треки. Если заиграл первый трек из плейлиста, тренировку пора заканчивать. Это позволит вам тренироваться более интенсивно, для того, чтобы закончить тренировку в срок. Если вы решили сделать собственный тренажерный зал, то вам наверняка понадобится рама для приседаний, турник и жим лежа. Предположим, что рама у вас уже есть. И сейчас я расскажу вам про свой способ, как сделать из нее еще и полноценную скамью для жима. Не конструируя при этом отдельный тренажер. Для начала нужно приварить к раме два небольших кусочка квадратной трубы по обеим сторонам. И просверлить в них отверстия. Далее из остатков обрезать трубу необходимого диаметра. И также просверлить в ней отверстия. Далее нужно сделать саму скамью с фиксирующими брусками, как показано на видео. А также небольшую табуретку на уровне с первоначальными упорами. Затем все это собираем воедино, используя металлические стержни. И жим лежа готов. По аналогии с этим, можно сделать конструкцию поменьше, например, для домашнего использования. Очень давно мне на глаза попался весьма интересный лайфхак. Там было сказано, что если при выполнении подтягиваний повернуть голову немного в сторону, то можно дотянуть последний, казалось бы, отказной повтор. Я решил проверить это утверждение. И вот что получилось. Попробуйте сами и напишите ваш отзыв в комментарии. Будет интересно узнать ваш результат. Еще один лайфхак, а скорее даже не лайфхак, а некая хитрость. Вы наверняка видели, как кто-то хватался умением поставить гирю вот таким вот способом. Но если 24 килограмма, скорее всего, не вызовет у вас труда, то 32 точно заставит вас понервничать. На самом же деле, обычным способом поднять гирю с такого положения очень трудно. Но стоит сменить хват, как показано на видео, и гиря сразу же поддастся. Используйте этот лайфхак для того, чтобы удивить друзей вашей звериной силищей. Что ж, на этом все, друзья. Поддержите видео лайками и подписывайтесь на канал. А также пишите в комментариях, хотели бы вы видеть подобные видео касательно спортивных лайфхаков. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!